Следующий вопрос от Хусейна из Тамил-Наду в Индии. Ассаляму алейкум. Этот вопрос мне задал немусульманин. Зарабатывает ли Закер Найк деньги, проповедуя в социальных сетях в режиме онлайн? Он процитировал, что Закер Найк якобы сказал, что ислам открыто доступен всем бесплатно, за изучение ислама не нужно платить. Кстати, он прав. Тогда почему он продвигает видеокассеты и диски со своими лекциями за деньги? Далее он упомянул, что доктор бросил профессию врача с высокой зарплатой, потому что теперь он зарабатывает еще больше, проповедуя ислам якобы бесплатно. Я промолчал, поскольку у меня не было ответа, поэтому я прошу вас передать мой вопрос доктору Закеру Найку и буду с нетерпением ждать его ответа. В целом вопрос от немусульманина состоит в том, что доктор Закер Найк утверждает, что ислам доступен всем бесплатно. Но в то же время он рекламирует свои видео лекции в социальных сетях, на ютуб, продает их, берет за них деньги. Если ислам доступен всем бесплатно, тогда как объяснить, что он зарабатывает больше, проповедуя ислам, чем он зарабатывал, занимаясь своей прежней профессией? Я соглашусь с этим человеком на все 100%. Да, я зарабатываю больше саваба и благословений для Ахирата, проповедуя ислам, чем во времена своей медицинской практики. Я с ним согласен. Но если говорить о деньгах, то, альхамдулиллях, никогда в жизни я не брал никаких денег за свои книги или же видеолекции, или же работу, да и вообще служение исламу. Все мои лекции я всегда провожу бесплатно. Книги, издаваемые нашим фондом, распространяются бесплатно. Есть разные издательства, которые печатают мои книги и выставляют их на продажу. Но продажа книг не является харамом. Я даю им разрешение на копирование моих книг, их печать, и они имеют право продавать их или же раздавать бесплатно, по своему усмотрению. У меня с этим нет никаких проблем. Если кто-то печатает мои книги и продает их, то это намного лучше, чем продавать какие-нибудь харамные книги. За печать исламских книг, иншаллах, вы получите саваб. Но что касается лично меня, то я никогда не продавал своих книг. Если мы распространяем мои книги, то делаем это абсолютно бесплатно. Я также не требую выплат за авторские права, несмотря на то, что мне предлагали огромные деньги за авторские права. Но я сказал нет. Я не могу вам дать эксклюзивное право на печать своих книг. Если хотите, печатайте, но пусть и другие печатают. То же самое касается и дисков. Все мои аккаунты в социальных сетях абсолютно бесплатны. Даже канал Peace TV не имеет платной подписки. В социальных сетях иногда получается так, что люди копируют мои видео и сами выставляют их, добавляя рекламу. Я не против. Многие набирают больше просмотров, добавляя картинки разных актрис, хотя я о них никогда и не говорил. Они пишут заманчивые названия, мол, мнение Закера Найка касательно нового индийского сериала, о котором я даже и не слышал. И не услышал бы, если бы не погуглил названия. Таким образом, они пытаются привлечь аудиторию, хотя я не одобряю такой подход. Поэтому, возможно, они и зарабатывают деньги не совсем верными методами. Но если говорить о Савуабе, то миллионы просмотров все равно вернутся ко мне. Поэтому никогда в своей жизни я не брал никаких денег за свою исламскую деятельность. Единственный проект, за который мой фонд собирал денежные средства, это школа, которая является некоммерческой организацией, и на развитие и содержание которой мы вложили и продолжаем вкладывать миллионы рупий, поскольку она не приносит прибыли. Я не получаю никаких вознаграждений и от своего фонда. У меня нет зарплаты от фонда. Даже когда я провожу лекции, в договоре четко прописано, что я сам оплачиваю перелет и расходы на проживание. Единственное, что вам придется организовать, это оформление визы. Это мое единственное условие. Если приглашающая сторона настоятельно требует взять на себя расходы и не дает мне оплатить гостиницу, то тут я не могу ничего поделать. Но перелет я всегда оплачиваю сам, за исключением случаев, когда меня приглашает правительство. Если я официальный гость главы страны, то я не могу выдвигать свои условия. Если я приехал по приглашению короля, президента или же премьер-министра страны, то я не настаиваю оплатить перелет. Но в других случаях, даже для получения премии, как, например, премии короля Фейсала, когда я получил 200 тысяч долларов, или же 750 тысяч риалов, или же дубайской премии священного Корана, когда я получил миллион дирхемов, что составляет более 270 тысяч долларов, все эти средства я перечислил в ваков. Но при этом я хочу уточнить, что если кто-то и получает зарплату за даават, то это не является харамом, при условии, что его ставка не превышает рыночной планки. А что касается лично меня, то я не беру денег, потому что я хочу заслужить больше саваба, поскольку я оставил свою предыдущую профессию и не беру денег за свою деятельность. На самом деле я сам расходую средства. Аллах, субхану ва-та-Аля, благословил меня. Я посвящаю несколько часов в день бизнес-проектам. В целом, может быть, несколько дней в месяц во время выходных. И, альхамду лилля, у меня получается заработать несколько миллионов долларов в год, большая часть из которых идет на благотворительность. Таким образом, Аллах, субхану ва-та-Аля, даровал мне большой удел и в мирской жизни. Альхамду лилля. Если бы я продолжал медицинскую практику, не думая, что я заработал бы миллионы долларов, но поскольку я делаю это на пути Аллаха, субхану ва-та-Аля, то даже небольшие бизнес-проекты приносят мне огромную прибыль. Альхамду лилля. Я не смог отправить миллионы долларов в Индию. Это деньги, заработанные усердным трудом. Большую часть я отдаю на благотворительные цели, альхамду лилля. Все социальные платформы, даже канал PeaceTV был учрежден на наши собственные средства и появился как ваков. Представьте себе, если бы это была коммерческая организация с аудиторией в 200 миллионов. Или же если бы мы ввели ежемесячную подписку на канал в размере 5 долларов или даже 2 долларов. Если бы от этих 200 миллионов мы смогли бы подписать хотя бы 2% на платный доступ, то есть 4 миллиона, умножим их на 2 доллара, и я получал бы по 8 миллионов долларов в месяц. Умножьте еще на 12, и мы получим почти 100 миллионов долларов в год. Когда расходы составляют лишь небольшую долю от этой суммы, что я буду с этими деньгами делать? Эти деньги не позволят мне купить место в Джанна. Потому что как только я стану собирать деньги, аудитория снизится до 2%. В то время как сегодня 25% подписчиков канала Peace TV составляют немусульмане. Но если подписка упадет до 2% и немусульмане перестанут смотреть, что я буду делать с этими деньгами? Хотите денег? Наш любимый пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, что два раката сунны молитвы перед утренней молитвой и фаджр дороже, чем вся земля и все богатства, которые она содержит. Поэтому если вы действительно любите Аллаха и понимаете Ислам, то ценность салаба превыше денег в многократном размере. И если вы будете стремиться к Аллаху, поставив своей целью ахират, то Аллах говорит в Коране, что если вы выберете своей целью ахират, то Аллах даст вам как ахират, так и успех в мирской жизни. Дунья. И я признаю, что Аллах даровал мне в миллионы раз больше, чем я заслужил. В сотни миллионов раз больше. Я не достоин этой славы. Я не достоин всех этих богатств и материальной прибыли. И аль-хамду лиллях, сумма аль-хамду лиллях. Даже если я буду благодарить Аллаха миллиарды раз за все, что он даровал мне, этого будет недостаточно. Это даже не заденет поверхности и не будет равным даже капля в море. Ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракату. Аллах сказал в Коране, стремитесь же опередить друг друга в добрых делах. Где бы вы ни были, Аллах соберет вас вместе. Поистине Аллах всемогущ. Дорогие братья и сестры, по воле Аллаха, Ютуб активировал нам функцию спонсорства. Теперь вы можете сами стать активным участником исламского призыва на канале Мишин Дауа, став нашим постоянным спонсором. Для этого просто нажмите на кнопку «Спонсировать» под любым видео на канале и выберите подходящий вам уровень поддержки. В зависимости от выбранного уровня, вы получите дополнительные привилегии, в том числе и ранний доступ к некоторым видео на канале. Присоединяйтесь к нашей команде. Примите прямое участие в исламском призыве на канале Мишин Дауа. Станьте нашим спонсором. И да примет от вас Аллах.